Слава Господу 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 Так вот, и другие люди задавали другие вопросы, но что меня как всегда удивило, что эти люди, они в самом деле ищут Бога, но не видя нашего единства, они пытались говорить, например, вот там киевский патриархат есть православный, то еретики или не еретики, вот там московский патриархат есть, а вот то есть автокефальная православная церковь, а вот там есть харизматы, там есть баптисты, там есть адвентисты, и говорят, а кого нам слушать вообще, кого нам слушать. И вроде бы те говорят, значит, там все говорят, нужно в ягову верить, другие говорят, значит, кого-то еще, вот, а куда ж крестьянин нападаться? Белые приходят, значит, там, храбят, красные, понимаешь, тоже бывают, да. Да, там вот коррупция, там еще что, да, и там один, значит, мужчина газету читал как раз, говорит, вот смотрите, там что творится в женских монастырях, вот там публичные дома делают в России из женских монастырей, ну, ну, куда ж подаваться человеку, куда ж подаваться? И выход один в самом деле, в Иисусе Христе, в истине. Когда Иисус говорил о единстве, Он как раз сразу же говорил, как бы, о рецепте настоящего единства, о том, как достичь этого единства. Он не просто, как бы, летал в облаках и говорил, Отец, пусть они будут едины, а как, пускай сами надумают, пускай сами моделируют, придумывают это единство. Он сразу же подсказал рецепт этого единства. Он сказал, освети их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. 17.17 от Иоанна. Слово Твое есть истина. То есть Он сказал тем самым, что, Отец, пусть эти люди осознают, что фундамент настоящий в этой жизни лишь один. Это Слово Божье. Так и Библия говорит, что в первом постании Коринфянам, в третьей главе, это один из моих любимых стихов. Просто Бог очень много говорил мне, когда я читал этот стих. Это первое постание Коринфянам, третья глава. Одиннадцатый стих. Здесь написано, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Иисус Христос. Одно основание. Нет других оснований. Не может быть. Можно как угодно строить здание, но если оно не на камне, если оно не на прочном фундаменте, это все погибнет. Иисус сказал, даже кто слушает Меня и не исполняет слов Моих, тот муж безрассудный, вообще глупый, который свой дом строит на песке. А как же мы назовем человека, который строит даже не слушая Иисуса? Даже не слушая, не то что не исполняет, даже не слушая, затыкая свои уши. Это вообще воздушный замок. Это союз нерушимый. Который как мыльный пузырь лопнет, и ты не знаешь от чего. Да. Но дальше, вся штука в том, что дальше Библия говорит не просто, что вот есть фундамент и все. Давайте, ага, признаем друг друга хорошими такими, давайте согласимся, да, у нас один фундамент с вами, ага. Интересно, но Библия говорит не только фундамент, есть еще и строительство дальнейшее. Оказывается, мы еще и строители, христиане, оказывается, мы еще что-то строим в своей жизни, да? И здесь написано, в 12 стихе перечисляются 6 разных строительных материалов. Шесть. Дерево, седа, солома, серебро, золото, камень драгоценный. Знаете, как ярмарка такая большая, рынок такой. Выбирай, пожалуйста, выбирай строительный материал. Но Библия предупреждает потом, что придет день. День покажет. Потому что в огне Бог испытает дело каждого, каково оно есть. И Библия говорит, у кого дело выстоит после этого испытания огнем, тот получит награду еще, венец получит. А что дело сгорит? Но он спасется, но так, как будто бы из огня. Как будто бы из огня. Написано в Библии так, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Я этому тоже верю. Что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Даже человек, допустим, мало знающий Писание, с пятой на десятое. Человек, который, допустим, простая, может быть, какая-то сельская бабушка. Она призвала имя Иисуса Христа. Она от всего сердца сказала Ему, прости. Она спасена. Хотя она не знает многих вещей, но она спасена. Просто спасена. Вот есть иллюстрация такая, очень интересная. В Киеве у нас есть лавра. Знаете, да? Там есть пещеры. В этих пещерах лежат трупы такие. Будем так говорить. Несчастных людей. Нет. Там, да, и смех, и грех. Вы знаете, да, я порой рассказываю, мы смеемся со студентами, порой плачем. Вот, но там не поймешь. Там и того, и другого хватает. Вы знаете, и это трагикомедия. С одной стороны, конечно, неужели эти люди Библию не читали? Да, к сожалению, не читали. Иначе они не полезли бы вглубь земли. Они бы полезли бы вглубь Слова Божьего. Углубляли бы в Слово Божье. Но многие из этих людей были искренны перед Богом. Они искали по-настоящему Бога. У них была ревность по Боге. Но они не знали истины Божьего Слова. Бог где ты? А вот истина. Открыть Библию. Как их научили, да как они этому и верили. Вот там похоронен, он даже не похоронен, а просто лежит в гробнице. Пимен Многоболезненный называет. Кличка такая у него, Многоболезненный. Ну, смотрите, но он проболел всю свою жизнь. Вот весь его подвиг. Он родился больным и умер больным. Значит, родители привезли мальчиком еще его в этот монастырь с надеждой, что Бог может быть не исцелит этого мальчика. А монахи научили его и говорят ему, Пимен, ты болеешь? Он говорит, да, болею. Так это же от Господа у тебя благословение. Это же дар Божий. Болеть за грехи свои, за грехи своих родителей, за грехи там других людей. Это же благословение. И ты хочешь его лишиться? Твои родители грешники, грешники, в общем-то, так вот и хорошо, что ты болеешь. Ты искупляешь их грехи. Они учили таким образом этого человека. И этот юноша, он стал просить у Господа молиться, такой молитвой, выпрашивать болезнь на себе. Он проставился тем, что на протяжении десятков лет, что он провел там, в этих пещерах, он молился день и ночь в такой молитве. Господь, дай мне еще болеть, дай мне болезни, я хочу страдать за грехи людей, за грехи родителей, за свои личные грехи, за грехи других людей. И он проболел всю свою жизнь. Лежал мимо его келья, невозможно было даже пройти, потому что там такая боль была, что он просто заживо разлагался. И даже монахи, видавшие Биби, они всяко видали. Они сами по 20-30 лет не мылись вообще. И они ко всякому запаху привыкли, так понимаете, да, в этих пещерах. Но даже это превосходило все то, что они видели до того, вид этого болезненного человека. И до сих пор его так не похоронили, его так оставили на поверхности. Он как бы высох весь, высох. Его тело положили в гробницу. И до сих пор люди идут туда, в эти пещеры, плачут на его гробнице в неведении. Если бы эти люди, они просто открыли Библию, открыли Писание. Есть единственный рецепт освобождения. И познаете истину. И истина сделает вас свободами. Иоанна 8, 32. И познаете истину. И чем больше человек познает истину, тем больше он освобождается. Я вам сейчас такие вещи говорю, и вроде бы все понятно. Но еще лет 6, 7, 8, тем более 10 тому назад, я не мог бы себе представить, что я буду так стоять в протестантской церкви. В протестантском библейском институте, тем более харизматическом даже, не баптистском даже. И, нет, я люблю баптистов, у меня тоже учатся многие баптисты, слава богу за баптистов. Я не против, нет, я за них наоборот. Это братья наши. Вот, ну, дело в том, что я, допустим, раньше считал, что 50-ники это типа сатанисты вообще. Не говоря уже про харизматов. Да, батюшки. Я думал, что в протестанты это значит, что это тушите свет и святых выносите. Есть учебники, есть такая тема интересная в семинарии во многих. Она называется «Секта ведения». Интересная тема такая, я вам как-нибудь расскажу в другой раз еще об этом. Да, вы попадаете вообще. Ну, я скажу одно, к примеру, читая вот эти учебники и слушая таких мудрых теологов-преподавателей, я был в шоке. Думал, я это так, знаете ли, я еще на общем. О, слава богу, думаю, что я когда пришел к богу, я не вглиб никакую степь. И к баптистам. О, думаю, что ж они это вытворяют-то. Особенно эти нерегистрированные. А 50-ники, о, они же вообще бормочут. Они бормочут что-то там. Квакеры. Ой. Там столько этих, была целая таблица. Там сотни названий, одно страшнее другого. И когда там было написано? Харизматы. Это было что-то такое, знаете, что-то такое страшное. От незнания, знаете, страхи, глаза велики сразу. Да. А там еще преподаватели говорят некоторые вещи такие, что, допустим, у протестантов на собраниях там и групповой секс, праздники называют, а хапун называют. Хапун. Хапают друг друга. Нет, серьезно, говорят, выключают, там пастор морнет там кого-нибудь. А те-то выключатели снают, щелк, и все, все нахер. Они его еще называют, это ночная молитва, говорят. Ну, правда, некоторые преподаватели еще делают поправку такую. Говорят, что это не у всех и не везде, но в некоторых собраниях это только для посвященных. Называется лидерские называют. А вообще церковное безобразие, только у него регистрируют. Так я ослужил, я думаю, а потом так и рассудил, думаю, если на самом деле были бы такие секты, так они были бы самые большие по численности. Ой, там еще, а там еще говорим такие вещи, что значит, сейчас скажу. А, убивая детей в жертву и ночи, вот. Да, там сейчас говорила, что у Баптиста, там были случаи, у Песятник тоже были случаи, неоднократные в году советской власти принесение в жертву своих младенцев. Вот это, да, думаю. И там, пожалуйста, там же приступ куплять выиски из разных газет, там где-то 60-х годов, 70-х годов, 80-х годов, уже даже годы. Ой, пожалуйста, за счет подтверждения, за счет фотографий от трупов детей. Думаю, какой кошмар, думаю. Чем заниматься в Баптисты, думаю. Думаю, такие секты и регистрируют, думаю, все, конец света. Точно последние времена, думаю, вообще. Ну, как ни крути. Думаю, если мы православные едва спасаемся. Если, думаю, у нас такой бардак, ну, у них точно, думаю. Если в семинарии подрясники, ну, будем так говорить, нижнюю священническую одежду, все-таки пидорасниками называют, это считается нормальным. Значит, я думаю, у них точно наверняка такое происходит, все. И вы знаете, когда я поговорил однажды в своей жизни с живым, натуральным пятидесятником, я честно говоря, это был стресс, стресс. Это был стресс. А он еще, знаете, попался такой большой такой. Это был диакон Сергея Пятидесятнический. Здоровый такой. Он на целую голову был выше всех там, в этом городке, где я был. А я был настоятельным прихода. Я печатал картину свою и статьи там публиковал некоторые такие антисектантские направления, как я выражался, значит, против эговистов и тут же против баптистов. Да, значит, что это все, ну, главное, рифмуется хорошо. Да, значит, и... И давай, значит, всех обвинять в сектантстве. И вот, значит, однажды, представьте, ко мне подошел такой брат. Нет, многие подходили ко мне. Я, значит, возле рынка каждый раз ставился. Каждую субботу, это было мое место там, возле центрального входа. На своем москвичи подъезжал всегда я. Ставил, значит, так, как мне нужно машину. Да, вел себя, знаете, так вот. Значит, начальник рынка меня вызывал к себе и говорит, значит, батюшка, а давайте мы, говорит, как-то скоперируемся, что ли, давайте. Я слышал, там есть десятина какая-то. Ну, давайте как-то по рынку пройдемся. А я говорю, а если кто не откажется, мы ему место не дадим, говорит. Это пробудно-принудительное, ничего, что-то, думаю, перспектива. Нет, ну я отказался, я говорю, не, знаете, я говорю, а что, вот, брежний батюшка мы с ним там, где-то, я говорю, нормально. Потом попала в кассу, делим, и все нормально, разъехали. И, знаете, значит, а я, значит, стоял там не просто с чем-то с товаром, я там привозил в библиотеку туда. На капот и на стол расставлял книги, литературу, житья, статистик, значит, там масса всякой литературы. Люди подходили, брали книги, записывались. Была библиотека такая, передвижная. По селам иногда ездил я, в больнице ездил некоторые. То есть, вел такую деятельность. Многие были в шоке, в легком, там, на том приходе. Потому что они даже подходили специально близко ко мне слишком и разговаривали со мной. Оказывается, они нюхали меня. Им было интересно, батюшка, я не под этим делом. И чем-то занимаются, не может быть. Какой-то другой веры, батюшка. Я, когда приехал на приход, моя староста, значит, там, в притаке служения, ну, это я не для того, чтобы, значит, о ком-то плохо сказать, а вообще для иллюстрации такой, что ли. К примеру, служение воскресное закончилось, первое мое служение в том храме. Прекрасный храм, я там был с Чаровым, там, о, шикарный просто, старинный, такой красивый. Значит, хор, там, бабушки все поют, там, ну, самый молодой, там, где, там, 60 было точно. Вот, бабушки в бою, значит, там, тонкие глазки такие. Служение закончилось, бабушки с каждой хоть икону рисуют, знаете, такие, поточки такие, все там, вообще. Да, служение закончилось, я там, значит, там, там алтарь, значит, ну, вообще, ну, в пол этого зала, наверное, там, гигантские соборище, заброшено только было, все. Значит, и у входа в алтарь, значит, эта женщина стала староста того прихода, и говорит, ну, батюшка, нужно уважить, говорит, этих певчих. Ну, грубо, проставлением, по-вашему. Грубо, проставлением. Я говорю, а как уважить, я их уважаю, значит. Ну, как же, ну, нужно бутылочку поставить. У нас такая, что-то традиция, говорит. Что за традиция? Ну, вот, говорю, она говорит, значит, после каждого воскресного служения нужно бутылку русским вставить, говорит. Как бабушка. Да. Я что-то не мог признать, чтобы они пили. Там такие личики, такие ангельские. Да, пьют и не закусывают. А я говорю, ну, я говорю, сам не пью. А я спрашиваю, а вы не пьете разу? Нет, я говорю, не пью. Она сразу, а может, он больной? Я говорю, слава богу, здорово. Я говорю, просто не пью, не хочется никогда, не пью. Вот это да. Она говорит, ну, не компанию вы должны, хотя бы у вашей вы должны быть. Не компанию. Грех не выпить, говорит. Интересно, и кино такое. В реальности такие вещи бывают, что даже кино такого нет. И вот, а я говорю, а где у вас еще светлые традиции, чтобы я так не упал, так вот. Чтобы не делать глупое лицо перед приходом. Ну, вот, ну, к примеру, у нас тарифы есть, там, за венчание, за отбивание, там, ну, говорю, ну, деньги, что ли? Нет, деньги по-самому-собому. А если что, там, более твердые валюты, значит, есть, значит, тарифы, какие? Ну, вот если венчание, допустим, то батюшке нужно литр водки, а, значит, опевчим этим, грубое проставление, как бы, трехлитровую банку самогона. Я говорю, три литра, не много ли? Она, нет, 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 однажды два литра поставили, бабушки обиделись, ушли демонстративно, говорит. Молодые бежали, поставили кого-то еще за литром, чтобы вернуть бабушек. И смеха грех одним словом. Вот, да когда я сказал, значит, бабушкам, дорогие, ну, у нас будет сухой закон, знаете, мое проставление ушло. Я остался высотой бабушкой. Я думаю, наверное, эта бабушка, она все-таки не пьющая. Куда там? Она казалась просто, ей просто интересно было, чем уже все закончится. Что такое батюшка? Непонятно такое. Но она подумала, что просто предыдущий до меня, он был наркоман. Просто, наверное, он просто... У нее друга профиль, как бы, нет? Да. Ну, когда я пришел домой, там, в подвале, и шприцы эти навалины, значит, думаю, боже мой, там кто жил вообще? А не батюшка уже кто-то так вот там? Цветятся только. Думаю, да, недаром говорят, какой паук такой приходит. Потому что на приходе бьянство процветало. Вы знаете, вот такая живописная завесовочка, да? Но вообще, эта ситуация, это же, как бы, это не настоящее православие. Вот к чему сейчас я вас веду. Я и тогда был уверен в этом, и сейчас еще больше в этом уверен, что это не настоящее православие. Потому что настоящее православие... Я как-то докапывался. Что же такое настоящее православие? Я православный, да. Но что же такое быть по-настоящему православным? Православие, это правильно славить Господа. Правильно проставлять Его. Правильно благодарить Его. А как правильно проставлять Бога? Так, как сам Бог этого хочет. Вот это и есть настоящее православление. Иисус об этом... Он самый православный был. Я и раньше был сто процентов уверен, что он чисто православным был Иисусом. И он сказал одной... Ну, тогда еще сектантке. Значит, слушай, женщина. Приходит время, оно уже наступило. Когда настоящие поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине. Спасение, говорит, от нас, говорит. От православного, говорит. Но, говорит, настоящие поклонники, это даже не только евреи или неевреи. Православные или католики, или харизматы, или кто, или адвентисты, или баптисты, кто, методисты, кто еще, какие-то чуристы, коммунисты. Не знаю. Но настоящие поклонники, это христиане. Есть много разных имен, но это имя самое дорогое. От Христа. Христиане. Поклонники в духе и в истине. И Отец, Бог, жаждет поклонников. Ищет таких поклонников, написано в русском переводе. В украинском переводе правны. Жаждет. Он жаждет таких поклонников. Слава Богу. И, да, я помню, на том приходе еще, и это будет как бы больше не уроком, а как бы свидетельствовать этим. Но это, думаю, тоже очень даже хорошо. Пригодится вам. У вас появится тема для молитвы сегодня. Да. Как Лидия говорил, за братьев меньших православных, говорит. А я раньше тоже самое говорил, за братьев меньших харизматов, говорю. Месяцников. Ай-яй-яй. Да. И, значит, что получилось. Представьте, однажды я стоял возле рынка, никого не трогаю. Ко мне подходят, вопросы задают разные люди. Ну, обычно такие. А что, батюшка, в самом деле, что есть Бог? Ну, такие обычно вопросы были. А сейчас, а... Подошел один человек ко мне, вот такой высоченный. И вопросы задает мне. И я чувствую из вопросов, что он Библию знает. Да не просто понаслышке, а конкретно. Близко к тем, кто слишком говорит. Я думаю, необычно для рядового православного Библию знать. Меня это немного насторожило как-то так. Знаете, вот... Какая-то дрожь такая появилась внутренняя такая. А не сектант Леон, думаю. Уж слишком он улыбается как-то. Видишь, как-то вкрадчиво как-то говорит, как-то. Да я-то знаю из уроков по сектамению, что сектанты они мягко стелят, даже уж и спать. Ладно. Я решил сразу в наступлении говорю. А вы вообще веруете? Вы христианин? Он говорит, да, христианин. Ну, а вы, значит, православным вы. Ну, я, говорит, член церкви христиан веры евангельской. Все. Если бы евангельской христиан, я бы еще успокоился более-менее как-то. А то христиан веры евангельской. Я говорю, это же 50, ты думаешь, это же как-то бормочешь. А там еще, я помню, на уроках говорили такие вещи страшные. Просто, что 50-ник, они там трясутся. Что они падают на пол, и там пены зато течет у них. А они, значит, их всех колотят, они там прыгают. Ну, это харизмата, мы понимаем, да? Ну, а там это говорили на 50-ников. А, еще подстраивали исцеление еще, вот думаю. В моем представлении 50-ник это было либо психически нездоровый человек, знаете, такой закодержан с таким бездумным взглядом, как на плакатах строительства коммунизма. Вот. Рабочий колхозник, что-то. Как-то хрест, ладно, 50-ник. Вот. И либо шарлатан. Ну, агент ЦРУ, он там заслал, там с парашютом. Вот. Интересно. А почему? Потому что говорили, вот они там подстраивали исцеление, нанимают мужиков, они там уходят на костылях, значит, там, значит, там, потом костыли бросают, и халлелуя! А потом за кассы рассчитываются. Баксами. Ну, а американская секта богатая, значит, что там, что там, что там, отцы будем, вот, все там. Думаю, какие негодяи, дурец народ простой. Ладно, ну, агент ЦРУ, что ж поделаешь. Я здесь все думаю, неужели? И передо мной стоил вот такой же, значит, такой кадр такой же. Думаю, ну, хабунал не похож. Как-то так вот оценивать такой взглядом. Не похож как-то на... Взгляд такой, ну, вроде такой нормальный. Да. Говорит, хорошо, мне понравилось это, что он так и меня внимательно выстушил. А я еще, знаете, как начал говорить? Говорю, вы же христианин? Да, христианин. Я говорю, какой же вы христианин, говорю? Вы же, говорю, христа не носите, говорю, дорогой мой. Вы же, говорю, не креститесь, говорю. Вы же, говорю, икон не имеете, нет. У вас даже ни одного, даже пастора засушенного нету. Ну, мумии, ну, мощи, мощи. Какого-нибудь там юнгичоза засушили бы хотя бы, значит, для экспоната бы. Или пилигрэма, значит, у кого-то. У вас же вообще, ну, все. Брак и прак возвращается. А у нас, говорю, вот... У нас, говорю, огонь сходит на Пасху, говорю. Да вы что, вы слышали? Да куда вам ваша секция? Значит, у нас, говорю, огонь сходит, у вас там что там? Я начал говорить еще только... А вы же, говорю, мамочку не почитайте. Марию, Богородицу. Куда же, мама, говорю, ну, у вас ни одного святого нормального нету, говорю. И я начал все это перечислять. Ну, я еще всякие там наговорил глупости. Значит, он внимательно все выслушал. Не перевивая меня, мне это очень понравилось. Я подумал, недалеко от него спасение. А потом еще подумал, думаю, ведь прекрасный человек такой, Библию знает. Наши отцы эту Библию не знают. Эта же Библию знает. Его получить бы хороший батюшка получился бы. Я уже фантазирую, представлю, его вряд ли с крестом уже. Да. И я ему дал книгу одну прочесть. Я ему дал книгу, ну, с витрины. Значит, такой самый потолще. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. Да, ну это бестселлер человеческой глупости вообще. Не, ну, перемешку с крупицами духовной мудрости. Так и написано, что из серии «Крупица духовной мудрости». Ладно. И, значит, я ему эту книгу дал. Говорю, пожалуйста, говорю. Я его Гриша звали. Григорий, говорю, пожалуйста, говорю, не заблуждайтесь, говорю. Особенно Богородицы, я же вообще, ну, как матерь одна была для меня, даже ближе даже. Я говорю, пожалуйста, читайте, пожалуйста, эту книгу, выразумляйте, говорю. Вот. И, может быть, там, вашим братьям-секдатам дадите, просто они тоже почитают, значит. Вот, я так вот просто говорю. Он взял эту книгу. Мне это еще больше понравилось. Думаю, ну, вообще, раз взял, то уже все уже. Наполовину наш уже. А он мне свою книгу протягивает. Батюшка говорит. А вы знаете, я почитаю, а вы, пожалуйста, почитайте мою книгу. Она очень хорошая. Я как-то, знаете, вот, если бы раньше бы, я бы, если бы, ну, он не взял мою книгу, я бы не взял бы, конечно, его книгу. Но он взял мою книгу. Как-то уже неудобно, как-то получается, понимаете. Я даже запечататься не успел даже. Нет, ну, потом, конечно, запечатку, конечно, потом. Потом он и все. Спасибо, Господи, любовь моя, и моя вода святая. Приехал домой, представляете, что я не говорю. Нинаю говорю, представляешь, кого сегодня я видел. Натурального, живого в 50-ти, я говорю. Натурального. Да-то шо? Да вот так-то так, говорю. Он мне даже даже свою книгу прочесть. Она мне говорит, конечно, не читай, я такой ересью заразишься. Ну, конечно, все эти духи Мартина Людера знаем, и, значит, там это все это, чем это попахивает. Да. Ну, и я еще, знаете, еще думал так, чему меня может научить 50-ти? Даже меня задевало как-то за горлость, как меня, православного, там, трижды православного, там, саму православного из православных. В моей церкви уже там сколько лет? На Руси уже тысячу лет. Это они там американцам, им 100 или 200, ну, 300 максимум. Ну, чему они? Яйца в курицу не учат. Это они должны учиться. У нас там, у нас там, злодоусты, Василий Великий, там, блаженные, там, три святые, три святые, троеручицы, многорущицы. А у них-то что? Ладно. Ну, было очень любопытно прочесть. Знаете, так, ну, любопытно такое. А подлинно ли? Все там так плохо. А еще, знаете, думаю, о чем там, интересно, пишут они? Ладно, думаю, будет материал для очередных пробований. Я разгромлю эти 50-ни куда-нибудь. Да. Ну, я, конечно, раньше стращал бабушек, говорю, о, знаете, есть 50-ни такие, о, не вздумайте ходить, они там детей в жертву приносят, о, ну, что они там чем занимаются? Группам секс. Да. Я все это пересказывал. Раньше я не был служителем примирения, я был служителем разделения. Я в таком смысле, что, значит, только мы самые правильные, все остальные сектанты, еретики и все, что называется, бей харизмато, спасай Россию. Да. И, что интересно, помню, как это вечерком, делая с этой книжечкой, значит, думаю, прочту хотя бы первую страничку, наверное, хотя бы, вдруг у меня спросят краска содержания этой книги, и я ему хотя бы расскажу вначале, что прочел, а потом скажу, что некогда было читать, сами понимаете, батюшка, заняты этому человеку, и вот я сел как-то вечером, открыл эту книгу, конечно же, запечатал, значит, все на что я, я в этом плане был очень такой, очень религиозный человек, Павел сказал бы обо мне тогда, я вижу, как бы, ты, отец Сергей, особенно набожен, особенно, чрезвычайно, потому что моя квартира была не хуже того, тихо, афин, 17-й на витяге, и, ну я сел, все окропил, конечно, все там, читаю, знаете, с таким большим предубеждением, ну посмотрим, посмотрим, какое же было чудо, этого я никак не мог ожидать, вообще, эта книга очень хорошая, я даже вам советую, книга, проповеди Эрна Штеггена, вторая книга, мне была дана сразу, эта книга называется «Время начаться с суду с Дома Божьего», тем более, мне название заинтересовало, оно из Библии, наверное, уже хотя бы начало, будет хорошим, думаю, и вот, значит, подумал я, так вот, я вам даже советую, кстати, если у вас есть на примете батюшка, тем более, если он верующий, дайте ему эту книгу, я думаю, ему эта книга векает обязательно, автор Эрла Штегген, вернее, автор Людмила Плетт, Людмила Плетт, она записала, перевела и записала на русском языке проповеди Эрла Штеггена, это немец, посвятивший свою жизнь проповеди Зоусом в Южной Африке, и вторая книга, его называется «Время начало суду с Дома Божьего», из послания Петра, был, это стих, как название, очень интересный нашли книгу, и вот, я читаю, и какое же было чудо, что буквально с первой же страницы я читаю то, что у меня было на сердце, то, о чем я думал, а то, о чем мы говорили женой, то, о чем я переживал за церковь, я почувствовал боль Божьего сердца, почувствовал боль, во-первых, того человека за церковь, почувствовал Бога, места писания там выделены, мне тогда так понравилось, так вот думаю, надо же, интересно, как-то выделять места из Библии, и у меня как-то жажда такая появилась по Библии снова, вы знаете, я еще когда читал эту книгу, я просто не мог ее бесперерывно читать, потому что я начинал плакать просто, я просто давно так не плакал до того, я просто заливался слезами и говорю, что Господи, прости, прости, пожалуйста, и там есть люди, которые любят тебя, и там есть те, кто в самом деле, ну не может, аферист или кто-то еще написать, такую книгу написать, там чувство, что он пережил это сам, что он переживал за это сам, чувство буквально с первой же страницы, что Библия для него большой авторитет, я так, поэтому и сглодался, я так, поэтому был голоден, вы знаете, в православии многие священники, служители голодны по этому, они скрывают, они прячут это под маской, они не говорят об этом никому, но я прекрасно знаю, это боль, они не говорят об этом друг другу даже, за редким исключением, но внутри многие в сердеце, всякие, конечно, люди есть, поэтому многие начинают с наркотиками увлекаться, водкой, блудом, пытаются заглушить все это, но это боль сейчас моего тоже сердца, за этих священников, потому что многие из них, они ищут Бога сейчас, но боятся открываться для Него, мое сейчас служение, это служение как раз спасения, что этих священников, слава Богу, потому что этот большой гигант, дистилит потенциал, пока он идет в ад, пока он идет на кладбище, но, если он будет реализован для Господа, это бомба, это бомба для тьявы, это бомба для ада, это вулкан пробуждения, в самом деле, и вы знаете, я читал эту книгу, я просто плакал, и говорил Богу, такие слова примерно, такие слова говорят, что неправославный живет, он неправославный, протестант, но такие православные вещи пишут, такие православные, то есть, ну, правильные вещи пишут, правильные вещи пишут, то есть, не было того, с чем бы я не согласился, я искал еще, как бы по инерции, искал то, за что бы мне зацепиться, и начать критиковать его, но не было такого, я читал, потому что, если человек говорит об Иисусе, за него не зацепишься, я заметил такую вещь, вот сейчас, допустим, я говорю о разных вещах, за меня можно зацепиться, но, когда мы говорим чисто об Иисусе, никак не зацепишься, один пастор в церкви пятидесятнической в Белоруссии, мне даже рассказывал случай, уникальнейший просто, в городке, там было разделение, не, разделение обычное, к сожалению, этот случай был уникальный, разделение между церквями пятидесятническими было, одни мыли ноги, перед хребовом обновлением, а другие, а другие, дом мы их мыли, у них не было в церкви такого обряда, и там еще пару других обрядов, и вот на основании вот этих обрядов, у них было разделение, да такое страшное разделение, что даже они там ругали друг с другом, они, значит, даже не приветствовали друг с другом, даже с неверующим приветствуются, а с этими, с другой церкви, отворачиваются, даже пастыря встречаются, а городок небольшой, все знают друг друга, и дьявол там радовался, потирал руки, там другие, какая там евангелизация, почти не туникаился, они говорили, о, вы сами разберитесь с собой, друг с другом разберитесь, потом мы там, может быть, придем, послушаем, то есть, на потеху дьявола, все это было сделано, и, тот пастор, он говорил, что он был помощником, пастора, и он говорит, мы, говорит, постились, молились, я сам часто постился, молился, просил Господа, Господь, помоги мне разрушить стену, ну, все же нормальные понимали, христиане, что это дьявол построил, не Бог, и он говорит, что помоги мне разрушить эту стену, как мне это сделать, и вы знаете, он говорит, что ему явился Иисус, видение было, ему явился Иисус, и сказал примерно следующее, что это не твое дело, разрушать эти стены, ты не к этому призван, ты призван говорить обо мне, а я, говорит Иисус, прохожу через любую стену, через любую стену, когда воскрес Христос, он пришел через стену, ученики, те, кто остались, да, в страхе, забились, так вот, типичная секта, типичная секта, какая там евангелизация, какое там спасение мира, не до жиру, быть бы живым, они вот, закрылись, женщины, и там посмелее были, они там уже на кладбище сбегали, там уже все, куче отнесли, аккуратно прибежали, говорят, что он воскрес, хотя, ну, женщина, слушайте, с ума сошли, вот, и, Иисус пришел, прям к ним, и не просто, как-то просочился, через стеночку, знаете, как в фильмах, он посетил, он прям встал посреди них, написано, он встал прям посреди них, и сказал, мир вам, шалом, говорим, успокойтесь, ребята, это я, говорю, они не верили, посмотрите на мои руки, ноги, потрогайте, они еще не доверяли до конца, мало ли, что, ралины там чудят, слушайте, у вас есть, что поесть, Владимир Николаевич, принесите сюда быстрее, они все выставили, значит, что было, он стал ездить мне все, нашим учителем, такое питье, только у Иисуса было, все, то, что есть, это уже не подделаешь, уже, а там был еще один стектант, супер стектант, смотрите, Фома, тот перестраховался, если уж накрой, так все сразу, он решил спрятаться, куда-то там, забился, сховался, и больше не сказал, что жена, слушай, если спросят Фому, такого и не было, и нет, и не будет вообще, так Фома все-таки явился, на ямочную квартиру, ему говорят, Иисус жив, Христос воскрес, ну, куда уж там, пока сам я не потрогаю, не буду верить, но Христос, он не сектант, Христос, он не хочет видеть людей, своих, своих детей, такими сектантами, такими, ограниченными, такими, вот только я, он самый, под кроватью сижу, самый правильный, остальные все вот такие, нет, но, он говорит, Фома, иди сюда, говорит, потрогай, это я сам, убедись, это я сам, я воскрес, слава Богу, слава Богу, слава Богу, и вы знаете, я вернусь к тому свидетельству, вы знаете, когда я прочел книгу ту, Эрнштегина, да, я днем, уже, ну, на другой день я дал своей жене прочесть эту книгу, говорю, Нина, говорю, о боге осколки, прочти это обязательно, говорю, очень хорошая книга, она сразу взяла, у меня было, видимо, такое духовное лицо, было такое, видимо, да, и тоже бог коснулся ее, она тоже там, нарыдалась там, а потом говорит мне, Сереж, представляешь, ну, помнишь, говорит, когда мы только поженились, о чем мы разговаривали, а когда мы только поженились, вы знаете, она, она православная была у меня, тоже, она готовилась в монастырь, в женский, я в мужской готовился в монастырь, да, без пяти минут монахи были уже, нет, серьезно, все уже, уже, можно говорить, сидели на чемоданах, особенно она уже была, все уже, вот, и вот мы увидали друг друга, однажды, и слава богу, теперь у нас домашний монастырь, и пять маленьких монахов, один из них, и слава богу, слава богу, так вот, значит, и она мне говорит, помнишь, Ромдов, мы с тобой говорили, она мне, она мне рассказывала про одну баптистку, значит, у нее была знакомая баптистка, не ее даже, а ее, ну, ее знакомых, и ее родителей, так вот, эта баптистка, говорит, она приходила к ним несколько раз, когда моя жена, еще была девочкой маленькой, и говорит, эта баптистка, все знали, что она верующая, маленько ее как бы чуждали, но она была какой-то их роднёй, иначе, поэтому она бывала у них, и говорит, эта баптистка приходила, когда вот все менялось, почему-то в квартире, все менялось, она все разговоры постепенно, потихонечку приводила к Иисусу, и начинала о нем петь, когда она пела, все стихали, даже самые такие безбожные, которые были там, они стихали и слушали внимательно ее, не могли ее перебить, она пела, и так пела, как будто он стоял перед ней, прям буквально, это Иисус, вот она маленькая девочка, запомнила это все, как будто перед ней, прям живой Иисус стоял, она пела и плакала всегда, она считает, он был реальный для нее, чем все вот собравшиеся люди, и она потом уходила, и люди еще долго не могли прийти в себя, после этого, от шока такого избавили, да, то есть она тем самым не стала, вот благую весть, она просто приносила Иисуса, туда, где была тьма, и вы знаете, мне моя ненависть, когда рассказывала об этом, баптистке говорила, значит, ну неужели она погибнет, неужели она умерла, неужели она погибла, она пошла в ад, потому что она баптистка, а я говорю, я был категоричный, говорю, что нет, если баптисты идут в ад, они уже на земле посвящены, они уже этими языками, и так далее, то есть я вот такие глупости говорил уже, вот, а Нина и говорила, неужели вот эта верующая женщина, неужели она такая, значит, она пойдет в ад, потому что она не была православной, но я сказал так, Нина и говорю, не заблуждайте, пожалуйста, я в подтверждение своей мысли показывал ее учебники по сектоведению, там, убеждал ее, говорил, смотри, говорю, даже самый хороший из них, лучший из них, это как колючие изгороди, значит, я все, понимаете, под себя подстраивал писание, и, то есть я был натуральным сектантом, тогда я был натуральным сектантом, православным сектантом был, ненастоящим православным, и, вы знаете, я говорил, что не заблуждайте, Нина, это все люди, идущие в ад, а Нина мне тогда спрашивала, значит, уже после Эрла Штегген, после этой книги, и говорила мне, Сережа, ну а как ты теперь думаешь, вот если там в Аптистской, допустим, если она была, как вот тот Эрла Штегген, куда она пошла, в ад или в рай? Я говорю, знаешь, Нина, я говорю, не знаю, конечно, но, скорее всего, в рай. Если она такая же верующая, то, наверное, она пошла все-таки в рай. Может быть, говорю, и некоторых протестантов спасутся, Может быть, какими-то такими особнями путями, говорю, значит, я стал как-то все свою богословскую теорию, свое частное богословское мнение отстраивать. Что, говорю, может быть, и протестантам, на бог, покаяние какое-то. А потом я говорю, а представь, а вдруг та женщина, баптист, вдруг она перед смертью покаялась? Вдруг она умерла, а православный? А тут Эрла Штегген, ты знаешь, говорю, пока книгу переводили, пока ее издавали, говорю, соком водой вылить по теплу. Он наверняка мог уже и покаяться, может, уже батюшка, уже там, отец Эрла. Мы же не знаем, говорю, в Африке там тоже есть православный, я знаю его. Ага. Кто его знает? Может быть, так оно и есть. И вы знаете, я потом принес эту книгу, отдал Григорию, Григорий мне вернул мою книгу, я его вернул его книгу, и мне даже было немного стыдно, он мне дал такую книгу, а я ему дал такую. Он мне дал о самом главном, а ядом о третьестепенном и так далее. То есть, очень важно именно на самом деле почувствовать Иисуса, нести Иисуса. Легко очень проверить даже, человек рожден свыше или нет. Заговори с ним об Иисусе. Если он рожден свыше, его сердце все равно отзовется. Даже если он очень опытный актер, если он ни одна мышца на его лице не трогнет, его сердце трогнет обязательно. Потому что Иисус, его кровь, она соединяет. Слава Богу. И, братья и сестры, кстати, так книга Эрла Штегина, она еще повлияла так, что я стал Библию свою искать. Я перед тем, где-то уже, наверное, года полтора, может быть даже два, свою Библию не читал вообще. Не, формально я читал, конечно, Библию. Формально, она была больших размеров, такая, такой, по Евангелии такой. Я выносил его там. О, премудрость, прости, яхек. О, дырьми. Это называется, знаешь, как семинарий называется? Угадай мелодию. Серьезно. Сами семинаристы шутят, они говорят, у меня мелодия началась, ну все. Называется литургика. Значит, в первом классе семинарий обычно играет так, угадайте, какая книга, какая глава и какой стих Библии. Кто, значит, победителя ждет романтическое путешествие по пещерам. Начинаем. О, возможно, Господи Боже, дали мне плюк, длини, поделай мне пусть, длиние, длини, воздушное путешествие, Я прочел, я сам не въехал. Нормально говорить? Теперь то же самое, только с истолкованием. Да, в Библии говоришь, что если говоришь без переводчика, то лучше молча. Здесь написано, эта книга, оказывается, Иеремия. 32 глава, 17 стих. Кстати, очень хороший стих. О, Господи Боже, Ты сотворил небо и землю, великую силою Твоею и простертую мышцей. Для Тебя нет ничего невозможного. Аллилуйя! Аминь! Смотрите, даже самый необразумный бабушка расскажет Аминь. Она поймет то, что читалось. А первый раз, ну, говорят, ну, как же, это же красиво, это же мурашки бегают. Ну, дело не в мурашках. Дело в слове, которое, в самом деле, живое и действенное. Но если оно понятно, оно живое и действенное. А если оно непонятно, оно не живое, и оно не действенное. Слава Богу! Да, так что формально я Библию читал, конечно. Я говорю, бабушки нам были в восторге. Ой, який, ой, файный пип, файный пип. Хороший батюшка. Да. Это как в семинариях. В первом классе есть такой анекдот. Встречаются две бабушки на приходе. А одна другая говорит. Мать не говорит. Представляешь, говорит, нам такого батюшку прислали, говорит. Молодой, говорит, красивый, говорит. Поет, говорит, заслушаешься, все хорошо. Даже верующий, говорит. Я молюсь, чтобы как можно больше было таких верующих батюшей. Слава Богу! Не только в анекдотах, но и в жизни. Хорошо. И вы знаете, вот я еще что расскажу. Как я искал свою Библию. После Эрла Штегина я полдня, даже больше, я искал свою Библию. У меня было масса книг. Разных книг. Читаемых, менее читаемых, совершенно не читаемых, совершенно-совершенно не читаемых. Было много очень литературы. Я читал кого угодно. Василия Великого, Игнатия Причининова. Иван Голова Устова читал. Я читал много. Иванушек, Матренушек, всяких людей читал. Но, само слово. И вы знаете, как специально, как будто бы нарочно все это было сделано, прямо вот тут построено. Под столбкой самых не читаемых книг. Вернее, даже не самых, а самых-самых не читаемых. Под столбкой. В самом низу лежала моя Библия. Это та самая Библия, от которой я плакал. Там, до того, когда я читал ее. Как она могла казаться там? Это было вообще невероятно. Но я достал тут нибудь. О, Боже мой, думаю, даже листы нету. Нету Библии. Другая Библия. И вот я открыл Библию просто где вот открылась. И вы знаете, ой, я просто не слышал там грома, молнии каких-то, значит, но глубоко внутри, так вот тихо так вот голос сказал. Бог сказал удивительную вещь. Знаете, так вот интересно? Он не сказал отец Сергий. Он сказал, Сережа. Это мне Сережа? Сережа. Меня тогда давно не называл никто. Сережа. Оказывается, мы для него все Сережа. И Коля, и там, и Настя. Мне это так поразило. Знаете, так вот так по отцовски, так по матерински, так нежно, так ласково. Сережа вот. Вот смотри. Почему ты был в таких проблемах? Почему у тебя такие проблемы? Почему тебе так тяжело стало? Почему ты делал все больше и больше, работал все больше и больше, а тебе все хуже и хуже становится? Потому что вот это слово вот мое, оно ушло из твоей жизни. Я слушаю, слушаю и говорю. Слух уже говорю такие слова. Говорю, Господи, говорю, безопаснее доверять Твоему слову, говорю. Слишком много для меня непонятного, примерно так я говорил, что слишком много непонятного для меня в этом мире, слишком много разных учений, слишком много всего. Потому что пока, это, наверное, специально было сделано, потому что пока я искал эту книгу, я перелистал там, по ходу, многие там эти, этих отцов, то, что я читал, то, что я уже стал забывать кое-что, освежался в памяти, как бы, если у вас слишком много всего в этом мире, но безопаснее доверять Твоему слову. Я посмотрел на свою комнату, она была сверху, и все, сверху, и снизу, вся была в оконах мощах, там, земля святая с разных кладбищ-светых, вода с разных источников, там, но я был, особенно в этом набор, понимаете? И мне она увиделась не раем, а адом. Она мне увиделась не раем, а тюрьмой. Вы знаете, это было удивительно. Кстати, я потом эту книгу вернул Эрна Штегина, Григорию, и он мне говорит, представьте себе, когда взял эту книгу, говорит, батюшка говорит, приходите к нам на собрание. О, еще не легче. Я думал, знаете, как думал, мы будем, я теперь понимаю, что там есть тоже хорошие люди, верующие, но будем любить друг друга на расстоянии. Не так близко, но, тем более, городок там маленький. Вот, на собрание, но я не сказал там, так вот резко, я подумал, думаю, а что там я забыл вообще? А сам говорю, ну, знаете, мне говорю, некогда, в воскресенье у меня у самого служения, а на буднях вечером я в райцентре не бываю, ну, если какая-то акадия будет, говорю, ну, я как-нибудь заеду. А сам думаю, а, нужно мне-то все это. Тем более, это будет лишнее, просто, лишний разговор будет, значит, и еще кого-то, может быть, соблазню еще, кого-то из православных этим самым, самым приходом. Нет, не надо, такого у меня. А ангелы, видимо, записали уже все это и начали подстраивать акадию. Ну, как и получилось. До того, я по вечерам в райцентре ничего не делал никогда. Я вдруг оказался в райцентре, недалеко от дома этих пятидесятников. Почему бы не зайти, думаю, к братьям меньшим, говорю, к пятидесятникам. Да, интересно. И, знаете, без всякого страха зашагал. Как будто я все время шагал туда ходил. И уже возле этого дома страх напал на меня. Я, знаете, как будто думал во сне там, потом, ох, это же наяву. Мне же страшно стало. Куда я иду? Куда я иду? Отец Сергей, куда ты идешь? Маленький городок. Думаю, сейчас. Еще вечером, говорю, ну, я так думал, еще вечером уже полгорода будет знать об этом. Уже полгорода будет знать. А утром, когда коров погонят, другая половина города узнает. Это называется ОБС. Знаете, да? Одна бабушка сказала. Или в семинаре говорят, один батюшка сказал. Или оба боец. Один батюшка бабушин сказал. И все, это же цыганская почта. Ладно. А потом думаю, нет. Сейчас думаю, если сейчас я развернусь и уйду, это будет еще куже. Потому что я был прям посреди площади, вот, это домолитвенный, бывший, занят СУ там было, переделанный по домолитвенной. Перед ним такая площадка такая. И думаю, сейчас наверняка меня обидели уже люди. Если я сейчас развернусь и уйду, скажут, еще хуже. Скажут, батюшка, что-то ночью там шаманил возле молитвенного дома. Думаю, летние будут еще хуже будут. Там народ такой задел язык, тем более, если батюшка, это что-то любимая тема. Ладно. и я пошел. Думаю, Тиму Леонид, чего я боюсь, думаю, в конце-то концов. Это кто я хозяин здесь, собственно? Это же чья России, это моя. Я же православный, они там американцы. Это же в конце-то концов. И значит, им должно быть страшно от моего пришествия, а не мне. Вот. И я еще, знаете, перекрестил себе так вот, запечатался на все. не распечатаешь. И один дух Мартина Людера не проникнул. Я еще дом молитвы весь перекрестил, значит, все начнет. Ага. Открываю дверь, знаете, как хозяин уже, все, я уже как будто бывал уже много раз. Вот. Попадаю в кридор, не пойму, что такое. Девушка стоит, она увидела, а я еще, знаете, сейчас я иногда переодеваюсь в гражданку. А тогда я был очень ажно-таксальным, даже спал пару в подряднике. Без ряса никто меня не видел, ну, кроме жены, конечно. Вот. И вы знаете, значит, а здесь, значит, и в рясе, в доме молитвенном, без всякого приложения, тем более, знаете, это церковь старая, и почти 100 лет, это варанаевская такая, 50-мирская церковь. и девчонка, она не вела просто, видят, батюшка. А я еще говорю, девушку, говорю, куда мне пройти? Девушка показала батюшку, да, по коридору прямо. И даже это показывает, так вот. Я думаю, бедная, наверное, закопирована. Думаю, такая девушка в такой секте пропадает. Ладно, я пошел по коридору прямо. Я думал, там все нормально было, как в обычных храмах правоославных. Заходишь где-то сзади, там, потихонечку, тем более, чем-то шумят 50-мники те. Я думаю, о, никакого там благоговения у них нету, там, крики, какие-то бесчинные вопли. Думаю, ладно, знаем эти. Собрание. Я дома пить не буду, думаю, все нормально. Да. И вот я прошел по коридору, заставил последние двери. Подшумок, думаю, сейчас зайду потихонечку. Открываю дверь, и знаете, какая-то смелость такая пришла ко мне. И я делал несколько шагов дело вперед. И прямо вот как здесь. Я оказался прямо возле трибуны. вот так вот. Короче, я сделал два-три шага. Мои ноги шли, а я сказал, где я как оказался. Не понял юмора, думаю. Трибуна с микрофоном, при чем она здесь? Я не видел, я не думал, что в церкви есть трибуна, вообще-то. Трибуна, стол, с катертью. Там братья сидят, такие все бельненькие, такие седые. Я стою и, ну, знаете, ничего не похоже на церковь. Просто какой-то дом какой-то. Люди стихли. Знаете, к нам приехал ревизор у Гоголя. Нимая сцена называется. Сцена меня. Я на них. Думаю, вот, думаю, влип, думаю. Все батюшки, как батюшки. Вот ведет же мне на такие истории, думаю. Бежать назад посту, думаю. Ну, какая же у них реакция, я же не знаю, что-то кинул сюда. Берет эти куда-то еще дальше, трибуну уже стоит уже. Знаете, вот чувствую себя, как будто, какое-то кастер-привидение какое-то стоит. Ладно. А еще, боже того, люди почти все сели, а там, значит, женщина, там у них отдельно, еще отдельно мужчины сидят, отдельно женщины, ну, как бы чего не было, там не заседали. Такого порядка у них там. Значит, и одна женщина встала и на меня пальцем, прям вот так вот. Показывает прям вот так вот. И рот открывает, а ничего не слышно. Понимаете? Оп! Оп! Я смотрю, разве, ну, вообще, потом выяснилось, оказывается, эта женщина видит сайте видения, сновидения видит. И у них там, типа, женство есть совета, что-то такое. Они там обсуждают потом все это. и до моего прихода к ним, я снился, что он оказывается. Да. Она, говорит, располкала мужа своего. Я потом у них был в гостях несколько раз. Я с ним познакомился, с этой семьей познакомился. Вот. Значит, да. Она, говорит, располкала ночью мужа, говорит, и ему рассказывает примеру следующее. Представляешь, говорит, что он не снился. Снится наше собрание. Все нормально. На первый взгляд. Но, угадай, кто проповедует. Тот Петя, гадал, ее муж ее. Значит, ну, может быть, епископ приехал наш, или братья из Беларуси приехали. Нет, не угадаешь. Поп стоит, говорит. Натурально, поп стоит и проповедует. Он, короче, посоветовал, нужно меньше есть на ночь. Не буду сниться, попы, и шаги уже. Когда она меня увидела, она встала и вот не могла удержаться. На меня пальцем показывала. Хорошо. Потом все пришли в себя, более-менее. Ну, первый пришел в себя пресс-фитер, второй, который помоложе. Ему лишь 65 лет, примерно. Вот. Он, значит, он подошел ко мне. Видишь, что я так без всякого зла, что пришел, значит, все, с миром. Вот. Он говорит, ну, батюшка, они меня все знали, в принципе, там городок небольшой. Батюшка говорит, вас наверняка пригласили, но мы, говорит, не знали, говорит, простите, значит, среди гостей посадили, короче, меня. Вот. Я осмотрелся потихонечку, люди смотрят, они смотрят, и в сторону сами на меня накосятся все. Лаза, все в контроле. Лаза. Когда все встали, там, да, вышел еще один там, я понял, это типа певчий у них, типа дьякона. Значит, вышел, значит, такой, тоже следует такой мужчина весь, со сборником таким певчевским, письма за рождение, называется. Мне потом такой подарили, такой сборник. Вот. И говорит, сейчас давайте встанем и поем в салон номер такой-то. Я думаю, как-то несерьезно, как-то псалмы под номерами, как-то, как вы не ноте, что ли. Ну, ладно. Все встали, я тоже встал. Думаю, о чем могут петь братья-сектанты? Типа, о моя секта, о моя секта? Или о чем они могут петь? И вы знаете, когда эти люди запели, там, в основном, пожилые люди были, бабушки, дедушки, когда они запели на псалом, псалом, любовь к Христа безмерно велика, начала нет, и льется, как река. Я был в шоке. И от слов, но еще больше, от того, что сейчас я называю присутствием Бога. От той благодати я не ожидал никак. Вы знаете, вот есть, есть, разные клевета, разного рода. вот есть, например, что он говорил, допустим, то, что говорят, что там, групповой секс, значит, убийство детей, это такая грубая ложь, для примитивного, как бы, человека, постсоветского, особенно. Значит, есть еще более тонкая ложь, которая, ну, она другого уже плана, но тоже ложь, более коварная ложь. К примеру, ее расстатником сейчас являются, к сожалению, дьякон Андрей Кураев. Вот, особенно через свои книги, через свои проповеди, он очень много такой тонкой лжи, которая поначалу даже незаметна, даже не чувствуется, даже вначале. Одна из этих, как бы, неправд, главных, в том, что познавать лично Бог могут только лишь православные люди, а протестанты могут только лишь рассуждать о Боге, только лишь философствовать о Боге, говорить о Нем часами, но не могут лично постигать Бога. Благодати Духа Святого нет ни в одной протестантской церкви, потому они не могут постигать лично Бога. Но здесь, то, что я видел, там, то, что я видел, в том доме молитвенном, это было крахом всех тех теорий, всех тех неправд. Почему? Потому что я явно, даже, если так грубо говорить, примитивно, на своей шкуре почувствовал эту Божью благодать. Здесь люди не философствовали о Боге. Здесь люди не рассуждали и не говорили просто лишь о Боге. Здесь люди жили Богом. Это меня, если так говорить, это нокаут, это все. Меня просто выбило. Сразу. Я еле стоял. Я, что-то слабость такая, я что-то там не упал, просто я стоял, стою, так вот стою. Ну, что такое? Кому мне там не разрыдаться, просто думаю, сейчас, сейчас батюшка пришел, значит, и как мальчишек какой-то растопливился. Я, значит, там уже стою, там уже, там уже. они поют, так по-православному запели еще. Я слышал разные, эту песню потом в разных исполнениях, но там было так по-православному. Бабушки, дедушки, они так запели, так медленно, протяжно, так вот. Сейчас. Примерно так. Любовь Христа безмерно велика, начала нет и льется, как река, и как волна лапзает берега, и глубока, светла и широка. Они пели, пели эти люди. Я просто говорил, Боже, прости. Я говорил вот эти слова только. Помню, что же. Я говорил, Боже, прости, пожалуйста, прости, что я клеветал на это место. Я говорил, гадости разные на это место. Я говорил своим бабушкам, прихожанкам, чтобы они спасали свои детей из этой секты. Там, говорю, пдесятники декодируют, зомбируют людей. Вот. А там, оказывается, Бог. Мне стало страшно, что я говорил плохо на это место. И стало не по себе. Я просто говорил, и я только одно говорю, Боже, прости, пожалуйста, прости. Это было же, это незабываемо. И после служения, да, я потом познакомился с этой церковью, с церквью другой, с писятниками, с харизматами, с лаптиистами познакомился. В разных церквях я видел разных людей, лицемеров, всяких людей, но я видел и искренних людей, искренних, чистых сердца. И мне это очень сильно просто касалось. Я потом думал, а почему бы нашим бабушкам не петь такие прекрасные песни? Не просто попели так, что не могут потом даже перевести все это. Потом отметили, а нормально спеть о самом главном, спеть о Иисусе Христе, о самом важном. Думаю, все остальные это все, это ничто. Это просто, потом говорят, это уже историческая ценность. Эта ценность просто скомкать и в мусорное бедро. Лишь Иисус Христос, Он есть Альфа и Омега. Все те песни, которые о нем, которые проставляют его, это самые главные песни. Все эти молитвы, которые проставляют его, это самые главные молитвы. Те дела, которые проставляют его, это самые главные дела. Все остальное, это написано земля, все дела на ней сгорят. Написано видимое в Риме, невидимое вечно. Это самое главное. И в церкви, горе той церкви, где нет этого, где не проставляется Иисус. Горе той церкви, поместной, где нет проповеди Божьего слова. Братья и сестры. Да, вот, я после этого познакомился с пустырями этих церквей. Мы собирались, я приезжал, но я уже переодевался, уже не в рясе, так переодеваюсь, так приезжаю, допустим. Вот, мы общались. За полночь, бывало, что целую ночь напролет, как вечером садимся за чаем, так уже только поутру, уже только расходимся уже. И все только насчет Библии. И я, вначале я, потом мы вместе с женой стали приезжать. Вот, значит, а как это, а как это, там пустыря уже, знаете, у них уже, глаза уже куда-то в кучу, уже спать уже им хочется видимо, а мы просто не можем никак их отпустить. А вот это что? А мне вот, мне все было интересно, а почему там вот тарабары, тарабары, что они там говорят такое-то? А мне же она говорит, слушай, Сережа, а у меня же такое раньше было. Как было? Слушай, ты мне раньше не рассказывал ничего такого. Мы об этом и не говорили никогда. А что у тебя было конкретно? Оказывается, еще до нашего знакомства, она готовилась в монастырь, когда в женский этот, уже там, ну, уже увольнялась, уже с работы, все уже, она была уже готова уже. И она, Иисус свою молитву молилась, готовилась в монастырь. Это, Господи Иисусе Христе, Сыне Боже, помилуй меня грешную или грешную. Повторять ее нужно много раз. Так вот, она работала на фабрике в Шамалайе. Позвоните в туалет, пожалуйста, ребеночка. Нет, слава Богу, мне даже очень понравилось даже хотелось, очень интересно. Смотрите, да? Люди, вы для меня не дети. Я вообще вижу, ну, всех здесь первый раз. Ну, может, кого-то еще увидел. Все. А ребенок, он постоянно со мной. Так вот, ребенок, к примеру, он просто не подумал, что это выступление, да, что записывается. Он вышел, папа, мужа в туалет. Муж, жалов, нет проблем. Папа, может, еще что-то можешь. Нет проблем. Нарок пусть подождет, потому что сын пришел. Аминь, 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 представьте себе, дорогие мои друзья, у Бога миллиарды людей на этой планете, но есть среди этих миллиардов есть дочери и сыны Божьи. И когда эти сыны дочери Божьи приходят к отцу, отец говорит, миллиарды, подождите, у меня есть эти люди, я хочу с ними поговорить. Слава Богу. И он не только нас в туалет сводит, он нам нечто большее покажет. Слава Богу. Он нам все, что хочешь даст. Потому что он своего сына не пожалел. Как он не отдаст нам и всего? Аминь. Слава Богу. Господь, спасибо за эту иллюстрацию. Да. Вы знаете, мне же она рассказала о том случае, что она работала на фабрике и прямо около швейной машинки она сшивала эти парашюты военные большие такие. И прямо около швейной машинки Бог я обхлестил оказывается духом. Она начала молиться на каких-то непонятных языках. И не могла остановиться. Просто так хорошо ей стало. Я повторял, повторял. Вначале думал, что это какая-то игра какая-то, наверное. Когда непонятная какая-то игра. Но ей стало так хорошо. Она повторяла, повторяла эти слова непонятные. Сама не могла их разум понять. Какие-то нерусские слова начались. И потом на батюшке рассказала своему то запретил ей говорит это может быть прелесть духовная читаем молитву слов парень по молитвеннику качество читая каноны но нет ни такими словами и она как я не молилась хотя было побуждение скорость еще молиться так но я вот тебя сдерживал не молилась когда мы попали она на это служение вдвоем в церковь харитматическую то я видел что у моей жены глаза загорелись на что такое с неинтересно она как-то вспомнил у нее что-то такое было тоже интересно но я стал рассуждать по библии так ли это я думал так что языки это были только тогда все далекие времена либо это не так мы не можем правильно сейчас поделать надо в семинаре такая ересь порой откровенно чушь распространяется этими богословами сами семинаристы их называют бессословыми откровенно порой они такие метрополина шикарные бессословыми называют предпочтать на себя какие ереси говорят примеру кстати очень популярный час что якобы сейчас духа святого нет таких пропорций сколько бы его было тогда книги я он не сразу шел а как бы постепенно уходит прощается какое-то прощание не знаю постепенно прощать такое не может не простить и он уходит и сейчас меньше находится на земле уже и поэтому а а библия они обычно говорят в семинаре о это святая книга о это супер книга это самое но ни разу не заглядывать на правило один семинарист мне не до пожаловался тоже даже уже заканчивал академию уже даже того за 8 лет обучения он учился на стационаре четыре года семинария 4 год академии так вот за 8 лет три или максимум четыре раза открывали библию на уроке это не для изучения не подумать не для комментариев на какую-то тему выдавали из библиотеки библии те открывали их нужных местах уже раскрытых уже другие страницы многие слившиеся прочитали главу или полглавы необходимый допустим потом сдали все снова в библиотеку а тот сам парень он и вычитает но вынужден это делать дома он будет я принесу библию духовную семинарию меня будут звать дразнить там богомолом и святошим то что богомолы и святоша меня там заклюют духовно семинария это будущее не просто не рядовые священники это непростые приходские батюшки это элиты православной церкви если приносит на уроке порнуху откровенную там гомосоциалистов или что-то еще все в восторге о это классно за супер а если библию что с ума сошел многие даже епископа говорят примерно следующее что те люди которые полностью библию прочтут хотя бы раз жизни полностью от начала до конца садил с ума можно не видели что ли людей которые библию считают они какие-то не такие какие-то тронутые но то что высоко у людей это мерзость пред господом и что 0 это что порой мерзко у людей и ненавистны людям кто высоко у бога да и потом мы помолились за мою жену она стала молиться на языках я впервые в своей жизни не понимал своей жены что такое как как будто живу с иностранкой она чем-то молится я не понимаю ее но мне я по-хорошему не завидовал вижу меня глаза говорят на что нет она когда все такая такая как это еще красивее стал еще лучше стал бы интересно там влюбляешься еще раз мне так интересно стало она такая необычная стала я тоже захотел такую а потом думаю наверное это не для меня наверно наверное недостойно наверно такого не для батюшка ну попробовал говорю помолите за меня тоже за меня молились пастыря я думал знаете что я когда слушал пробуде этого покольного пастора уже кого-то джонос да хорош очень пастор мне так и его были заблуждение я услышал такой точный хобби маял я в таких же заблуждение был я думал что когда вот я буду крещен духом святым я буду на истать у меня там буду душу там крутиться там ну ничего такого не было и оставил спасибо господь благодарю но как это все выразить я не знал приехали домой что она говорит ну молись спасибо тебе господь прошел там царю небесную очень что еще живой помощью прошел давай молись своими словами помолился она теперь молись на на языках помолись за меня она меня возложил руки я доверил тоже не возложите мне руки известно дай раньше поднялся даже моя жена не я уже меня жена где слава руси все еще приезжают а 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 у ну ладно я доверил возложили меня руки ты все таки такого можешь я такое не могу делать ладно я понял что у нее что есть того что у меня нету ва возложила помолилась но что забракотабра непонятно начало и чем я должен говорить он но захотелось иметь того чтобы мы не жены и вот она говорит не молись ну как у тебя сейчас есть какое-то слово я знаю ты его просто стесняешься говорить а у меня слово знает это у меня какое-то слово верьте но какое-то такое как в детстве что-то непонятно я зашел старую ручку и сказал вернулся она как ну как сказал ну а дальше ну знаешь не говорю какое-то другое слово еще смешнее ладно постой здесь я несколько раз отходил в сторону и в уголку так говорила а потом говорю знаешь проверь меня я не уверен но мне кажется у меня получается она о молодец давай молись 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 о слава богу я иисус он господь и он есть крестящий духом святым огнем он крест и духом слава богу и он подлинно нелицеприятен на всякую плоть и на матушек и на батюшек аминь слава богу слава иисусу братья и сестры не дам вас есть еще время у нас есть еще время ребята харизмата с вами хорошо конечно ну что назвался груздем полезать позовом да не в самом деле это замечательно ну всякое было потом это тоже как бы у меня получилось как бы не больше не пробовать как бы свидетельство но ничего это тоже хорошо я думаю вам это поможет даже в вашем служении может кого кого-то даже ободрить даже очень сильно ждать потому что вы знаете когда я смотрю вот чисто по-человечески на ситуацию допустим цельмена православия у меня опускать руки зайдет нет куда я с такой махиной я не могу быть реформатором такого на такой мафиозной коррумпированной структуры религиозной не могу опускаются руки но когда начать молиться и смотришь глазами уже бога поднимаешься выше и смотришь глазами бога о так это море по колено для бога это лужа какая-то даже не поток болотце какой-то и бог хочет изменить эту всю ситуацию реформировать вчера вы знаете бог не сделал подарок приятный сюрприз перед приезда я говорю сколько вас там таких монахов 50 человек в этом монастыре 50 монахов крещены духом святым могут а как же власти церковной они пока не знают вот бомба думаю там были случаи похожи но не в таких масштабах там были случаи там два-три монаха крещены духом получали их там изгоняли их там репрессировали все они попытались забыть вообще ну а здесь 50 человек да и спрячешь интересно оказывает этот монах он был он вообще уронов с украины уронов с украины и он в церкви харизматического не был священником он просто обратился к богу в церкви харизматический начальник харизмат покаялся был крещен духом святым потом переехал в россию и там значит ну он ушел типа в мир ушел а потом значит в церковь православно потянуло ему он пришел один без жили без невест причем без монахов но потом в нем тягота была к живому богу он видел много этих заблуждений он все-таки библию читал до того он знал духа святого иисус подказывает многие вещи и он стал молиться в теле на языках другие братья заинтересовались ты какой-то не такой ты какой-то особенный слушай ты кому-то радостный ты жить хочешь ты какой-то не такой глазах тебе не найти почему ты не пьешь значит ну что-то тебе не то и к нему стали приходить жаждущие один-два-три он стал потихонечку раскрывать карты даже есть библия надо читать и не только на славянском а на русском может читать читали библию есть дар духа святого если решение думать может прийти прямо сейчас это спасен вообще кто его знает спасает уже столько лет пусть бог решает такие обмазки такие я когда учился в училище художественном у нас на первом курсе была женщина она учительница по рисунку лариса васильевна звали она говорила вы ведь ребята живете по принципу отвяжись от меня лариса васильевна вам это не нужно этот рисунок вы лишь бы значит отчитаться так вот многие христиане называются христианами к богу так относятся отвяжись от меня господь бог знаете живут его спрашиваешь спасен ли ты он начинает философствовать ну вот может быть вот значит примеру вот если я умру бог сам решит пускай куда меня отправить в рай или в ад если буду достоин в рай не достоин судьба такая или дьявол пусть решать или тут еще пусть или пускай соседи решают нет никто не решает вопрос бог уже решила вопрос да и он не передумал самое интересное и он вечный у него мнение заданиями он решил всех спасти делали что себя погубить вот две личности кого же ты примешь кого-то будешь и вот такие простые евангельские истины сожалению для многих богослов они непонятны для многих философ христиан непонятно это простая истина который дал господь и вот те монахи да я расскажу эти монахи они принимали спасение к речению духу святым прихожане этого монастыря многие спасались исцелялись реально не так как допустим там эти старты такими бородами называется отчетка называется там люди приходят и уходят с такими же болезнями и они просто как бы тусуют колоду как бы с одного на другого перегоняют этих этих демонов значит и называется служением проявлений ну что ну кричат вежат ну хрюкают ну что через 10 лет придешь те же самые вежат и вежат и хрюкают только меняются ролями только и все но когда реальный дух святого приходит там не до хрюканей а ведь что там покидали и люди эти да слава богу братья и братья и сестры написано в библии так время начаться суду с дома божьего аминь вперед тем как господь вернется на землю он с нас христиан хочет начать свой суд потому что верующий человек не должен прийти спащенный человек не должен прийти на суд бог не должен быть судим вместе с миром не должен идти на разборку являться перед отцом как будто бы перед стражным судьей и оказаться вновь на скаме посудимых нет бог хочет разобраться с церкви бог хочет излить свой дух святой еще сильнее на свою церковь обновить ее то что церковь должна быть не имущая ни пятна ни порока ничего подобного святая чистая церковь невеста представьте себе допустим вот невесту допустим которая приходит на брак на свадьбу которая перед свадьбой допустим там месяц не вылазь и даже в зеркало не смотрелась и как проснулась так и пошла платье когда она достала потрустила отдела и пошла фата где-то там сзади болтается такая никакая вообще представляю жених ждет где там невеста заходят а любимый мой родной да и такой жених он пошлет невесту свою куда в баню мыться в баню водную словом чтобы мылась чтобы навела в порядок это как знаете как этот царь я не знаю со смешным таким именем артарк сервис когда ему нужна была новая жена собрали самых красивых девушек их всех привели к нему но не сразу он говорит а их целый год мыли отмывали полгода одними там этими значит там маслами притирали их значит там полгода другими значит в другой воде их мыли и другими маслами притирали только через год их допустили к царю и каждый из них уже ходила как царица пахла как царица вела себя как царица могла сесть за стол с царем как царица да вот бог хочет чтобы готовить подготовить свою церковь чтобы церковь была достойной великого жениха и вот да то что мы читаем то что мы читаем в библии книги песни песней там эти прекрасные слова и господь там как говорит что тот жених говорит как чтобы в 6 главе напомним да стихи такой интересный что угла не очень освоят меня потому что они меня волнуют представьте бог так любит ой в нем в нем есть даже какая-то скромность даже какая-то что-то такое есть удивительное нам приятно с ним общаться сейчас а ему еще больше приятнее общаться с нами нам приятно вздирать на него а ему еще более приятнее смотреть на нас это удивительно братья и сестры церковь должна подготовиться будет единство настоящее но настоящее единство возможно решить в истине я в этом глубоко убежден в истине божьего слова православных католиков протестантов разных церквей разных деноминаций настоящее единство я однажды прочел видение которое видел я забыл его зовут американец написал крестный нож книгу написал вилкерсон да да давид вилкерсон он видел видение по моему в 71 или 72 где-то в 70-х годах в начале 70-х видел видение последней судьбы церкви на земле и там было написано очень интересно что он увидел что перед пришествием Иисуса перед вторым пришествием Иисуса на земле как бы были две модели единства христиан одна из них чисто механическая модель христиан во главе той модели кстати он видел папу римского к сожалению и он видел большую супер церковь как большую религиозную мафиозную структуру просто объявили единую церковь просто создали одну большую супер структуру без любви без Духа Святого сами другая модель единства которая была от Бога и тоже была воплощена перед пришествием Иисуса это та модель что люди не собирались специально на такую большую конференцию и они объявляли о создании единой церкви они говорили об Иисусе сразу церквей в аптеисты писянки в христианах в христианах на католике сразу церквей говорили об Иисусе Иисус с этим именем они ложились спать и вставали с этим именем они они жили и побеждали и они были влюблены в Иисуса и они не спорили уже ни о языках ни о чем еще другом они говорили о нем и именно такую церковь говорит Господь взял земли Господь восхитил именно эту церковь и не структуру религиозную потому что на самом деле структура не может никого объединить но Дух Святой может объединить людей по-настоящему только лишь Дух Святой по-настоящему только лишь Иисус с кровью Иисуса Христа слава Богу и также для нас еще ободрением является наша Библия в первую даже очередь потому что в книге Откровений в последних главах книги Откровений написано что перед пришествием Иисуса блудница эта религиозная мафиозная структура будет поражена а невеста чистая невеста будет вознесена то есть Бог очистит свою церковь обновит свою церковь и в самом деле представьте себе чистая невеста пристанет перед великим женихом перед царем царей и свадьба брак на небесах и вечный непрекращающийся медовый месяц на небесах слава Богу слава Богу слава Богу слава Богу и в том же постане коринфянам в первом постане коринфянам в той же третьей главе Он с самого начала, Павел пишет, что Он разговаривал с коричными С этой церковью Как будто бы с младенцами Потому что в них были разделения В них были такие разногласия И они говорили Вот что значит, что я там Павлов Я Аполлосов Они были плоткими Но дальше Павел пишет Пятый стих Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители Через которых вы уверовали И при том, поскольку каждому дал Господь Я насадил Аполлос поливал Но возрастил Бог Посему И насаждающий И поливающий Есть ничто А все Бог Возвращающий Или взращивающий Насаждающий же И поливающий Суть одно Но каждый получит Свою награду По своему Труду Ибо мы Соработники У Бога Деревянные Деревянные домики Те старцы Которые Имели эти венцы Они не хвалились Перед Богом Этими венцами Они сложили эти венцы Перед Кристолом Они говорили Это ты Один достоин Это слава Они ложили эти венцы Перед Отцом И каждый из нас Получивший Награду В небесах Положит свой Венец Перед Богом Слава Богу На том великом Параде Победы Я вас Всегда себе представляю Увиденное однажды Большой парад Победы Как будто бы Сразу после войны Парад на Красной площади Где много Солдат Офицеров Генералов Маршалов В орденах В медалях Выходит Генерализмус Это как бы Иисус Христос Генерализмус Самый главный генерал Выходят Генералы В орденах В медалях Стоят солдаты Офицеры С медалями С орденами У кого-то одна медаль На всего лишь На мундире Но он радостный Там никого не будет Депрессивных Там никого не будет Унылых И таких Ну я попал Как бы случайно сюда На эту вечеринку Случайно Ну вот так вот По счастью Нет Там были эти депрессивные Но они ходили На этом параде победы В самом начале Такие в серых Этих шинелях Или в чем-то они В сереньком ходили Как вот эти Проигравшие Офицеры И солдаты Армии вермахта Которых вели По Москве Те кто хотел пройти Парадом победы Их вели с позором Уже Они были проигравшие Вы помните Кадры Кинохроники Да? Старые Когда их ведут Они Молчат Люди молчат Люди счастливы Но не смотрят На этих людей На вчерашних Завоевателей Кто это? Мы вчера их так боялись А сейчас Кто это? Никто Они уже не страшны Любому мальчишку Можно их пальцем Отказать Они никому Ничего не могут Уже сделать Они идут Унылые Пожухлые Как те Какие-то Павшие Идут Погибли Вот так мы увидим Дьявола Беса Их к сожалению Миллион людей А дурачные дьянки Но Братья и сестры Бог нам Приготовил Торжество Которого Мы не забудем Никогда Которого Будет в вечности Продолжаться Торжество Этот парад Тут же начинается Праздник Люди Даже Даже Та боль Которые имели Не то что почти Наверное Все стоявшие На том параде Имели боль У кого-то Не было там Братьев Сестер Кто-то погиб На фронте У кого-то Вся семья погибла Он не может Остаться У кого-то Вся деревня Он один может Остаться У кого-то Целый город Погиб Весь концлагерь Сожгли Он один может Остаться Вообще Я знал таких людей Но На том параде Победы Бог отрел Всякую слезу Сочи Человечество Всякую слезу И будут Слезы Радости Праздник В самом деле Со слезами На глазах Со слезами Уже радости Восторга И победители Перестанут Перед Генералисимусом Перед Иисусом Который скажет Верные рабы Водите в радость Господа Своего Вы хорошо Потрудились Ордена И медали Которая на вас Это свидетельство Вашей победы Вашей доблести Славы А мы говорим Только ты один Святой Только ты один Достойный Это слава Придется Мы бы без тебя Ничего не сделали И так целую вечность Славь Просто великого Представьте себе У кого-то Кто-то спасся Как бы из огня У кого-то Ну как раньше В старой армии Советской Были эти Нашибки Ранения Тяжелого ранения Легкое ранение Раньше были На мундиры Такие Значки Специальные Такие Нашибки Такие были У кого-то Будет масса Нашибок Одна медаль Допустим Но он тоже Будет Как победитель Он тоже Будет На небеса Приходит Только лишь Победитель Призвавший Имя Господа Иисуса Всем дьяволам Назло Всем людям Назло Всем Всем обстоятельствам Назло Призвавший Имя Иисуса Христа Поверивший В невидимого И Осуществившее Ожидаемое И вы знаете На том параде победы Будут генералы Генералы веры Я представляю себе Люди Которые Всю жизнь Отдали Господу Которые Столько орденов Медали Уже Некуда Вешать Уже Кокнаст Вешать Все Мне очень понравилось Как у Рика Джойнера Было сказано Знаете Очень интересно Какой эпизод Есть Когда он увидел На небесах Такую историю Такую картину Видит пастора Большой церкви В славе И увидел Другого человека Еще больше Слави И Говорит Кому-то Ангелу Или кому-то Еще А вот тут Пастор Большой церкви А вот этот Кто Еще больше Слави Может быть Он Вообще Апостол Не знаю А вот Так это же был Простой Бомж Как Бомж Да Алкоголик Это что А почему Он здесь Вот так вот Такой славил Он что Миллион людей Спас Перевел к Иисусу Нет Только одного Такого же Бомжа и алкоголика Он покаялся И При нем Иисуса Своё сердце И спас А еще Такого же Бомжа и алкоголика И что Он Он еще Больше Слави Чем Пастор Тысячная церковь Почему Ему этот парень Объяснил Что Смотри Бог дал Допустим Ну как Библия написана Мины Таланты Дал Кому-то Один Кому-то Очень немного Кому-то Много Дал Но Тот пастор Имел много Талантов Но он Их не Реализовал Стих Он Не Исполнил Всю Волю Божью Он Мог бы Сделать Намного Больше Но Он Не Реализовал Себя Он Исполнил Всю Волю Божью И потому Он Был Меньше Славя А тот Человек Он Исполнил Всю Волю Божью Ему Дан Был Один Маленький Маленький Талант Маленький Он Реализовал Он Спас Еще Одного Человека Взял Себя На Небеса Бог Подан Нелицеприятия Для Него Проповедующие Скафедры И Сидящие Сам Конца Зала Тот же Человек Для Него Патриар Вся Руси Монах В монастыре Простая Бабушка На приходе Сельфин Где-нибудь Поет Господи Помилуй Господи Помилуй Она Еще Не Знаешь Что Он Помиловал Ее Она Все Поет Помилуй Помилуй Но Для Бога Мы Все Президент Супер Державы Или Простой Бумж На Свалке Бог Дает Таланты Бог Дает Волю Свою Реализовать Нам Одно Задача Наша То Что Я сейчас Прочел То Что Мы Прочитали Из Харифин Получить Награду По Своему Труду Осознать Что Мы Соработники У Бога Реализовать Себя Максимально Греки Называют Это Импере Греки Называют Это Элеотропион Элеотропион То Когда Наша Воля И Божья Воля Одно Когда Верующий Можно Сказать Как Говорил Иисус Я И Отец Одно У У нас Одна Воля Когда Верующий Даже Попадая В Гефсиманию Он Говорит Да Господи Вот Такая Ситуация Если Возможно Пусть Будет По Другому Но Впрочем Не моя Но твоя Воля Будет Будет Вот Это Хорошее Слово Элеотропион Пусть Всегда Братья Сестры Наша Воля Соспадает С Волей Отца Пусть Всегда В нашей Жизни Исполняется Воля Божья И Чтобы Мы Пришли На Небеса Полные Больших Краград Которые Мы Опять Таки Не Для Себя Не Чтобы Хвастаться Друг Передругом Не Чтобы Покажут Смотри У меня Такая Медаль Классная У тебя Нет Такой Медаль Нет Но Чтобы Собраться Как Ветеранам Вечно Молодым Ветеранам А помнишь Как мы Где-нибудь Под Мариуполем Дали Диаболу Жару Или Под Донецком Разгромили Или В самом Донецке Накрыли Такую Группировку Такую Мафиозную Всех Бесок Подстреляли Да А помнишь Того Держима Мы Молились Да Это не то Что Насомнение Там Еще Будет Прекрасно Там Будем Только Знаете Как Ангел Все У них Нет Слов Свят О Свят Свят О Чище У них Нет Слов Представьте Бог Вам Показывает Себя Вначале Так Они Свят Еще Больше Показал О Свят О Свят Вот Вся Ангельская Прекрасная Прекрасная Песня Мы Будем Ее Петь Целую Вечность Просто Бог Вечный Бог Целую Вечность Будет Нам Самого Себя Показывать Раскрывать Слава Богу И будем Так Восхищаться Восторгаться И просто Влюбляться Еще Больше Общаться Общаться Семь Когда Уже Не будем Закрывать Нас От Него Слава Богу Братья Сестры Слава Богу Благодарим Аплодисменты Давайте И поблагодарим Господа Осознаем Что мы Старопотники У Бога На Его Великой Жадной Последних Примен Господь Наш Слава Тебе Отец Наш Слава Тебе Во имя Иисуса Христа Мы Благодарим Тебя За Великую Твою Любовь Которую Ты Возлюбил Каждого Из нас Доказав Свою Любовь Величайшую Жертву Отдав Своего Сына